Смей молодой Кулибин и его родители Мета-вселенной стать успешными, хотите ли? Меня зовут Пайбл, я робо-основатель Поможем ваше чадо подготовить основательно На жизни в мире технологий автоматизации Мы учим русских, японцев, финнов и китайцев С пяти до пятнадцати их превращаем в инженеров Соберись и собери робота скорее Это роботы в роботы, их почувствуй Попробуй себе собрать автобота или сам стань мегатрон Это будущие тропы, их прокладывают здесь Попробуй гений из робот с лицами ваших детей Деятельные идеи не оставят вам идти ни сомнений В томской звезды инженерии доступны через стены Мир Аспра, Адастра, амбиции и роботех на будущее Здравствуй! Никуда не пропадают черновики Создают роботы, стартапы, ученики Никуда не пропадают черновики Создают роботы, стартапы, ученики Вот как-то так Огонек! Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинаешь свой день? Ну, я начал свой день с контрастного душа В душ вас не приглашаю Ну, почему нет? Мы поняли, что то, что мы делаем Это даже не просто робокласс, а не просто робоклуб А по сути мы делаем отечественную, суверенную платформу Образовательной робототехники Которая готовит инженеров, инноваторов И технологических предпринимателей будущего И снимает унизительную зависимость От зарубежных поставщиков технологии софта У нас учатся пока только 100 тысяч детей А мы хотим, чтобы у нас училось хотя бы 10 миллионов Чтобы мы действительно имели значение в мировом масштабе И мы к этой цели стремительно движемся У меня есть запрос на то, чтобы быть убедительным Я недавно провел более 50 часов занятий С наставником публичных выступлений ТЭД Репетируя 15-минутную речь Павел Фролов Серийный предприниматель Более 20 лет опыта продвижения Свободного программного и аппаратного обеспечения в России В 2012-м основал компанию «Робо» И франшизу детских кружков робототехники «Робо-клуб» Совладелец инвестиционного клуба «Капитал» Эксперт агентства стратегических инициатив Фонда содействия инновациям Российского фонда развития информационных технологий Сооснователь клуба «Х-10 Клуб» Санкт-Петербург Ученик миллиардера Игоря Рыбакова Анна Фомичева Вице-президент по внешним связям бизнес-клуба «Эквиум» И вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Автор трех книг и десяти научных работ «АВЭТ» Сооснователь уникальной мультисервисной СААС-платформы для бизнеса «Диджитал ВЭТ» Всем привет! Это Анна Фомичева и «Один день» с резидентом «Эквиум» И сегодня мы снимаем Павла Фролова Бренд робо Да это же не бренд, это акционерное общество Это робоклубы, это школы Да и вообще, Паша, просто гений Да ну неправда, хватит меня называть гением Я буду всякий раз возражать Я не считаю себя гениальным Нет, а я тебе скажу, что ты не прав Я тебе докажу к концу дня, почему ты не прав Нет, я тебе правду говорю Надо делать тут из меня культ личности Мы не делаем культ личности, мы делаем ролевую модель, Паша Не путай Культ личности это... Короче, я обычный парень Обычный парень из Петербурга Не лишен простоты Из семьи инженеров Я такой же, как он, я такой же, как ты Да, ну я не спорю Никакой гениальности во мне нет Да, но есть маленький нюанс В скольких странах сегодня робо присутствует? В 31 В 31 стране? Но это не потому, что я гений А почему? Потому что у нас очень хорошая команда Хорошо, команда и гений Павел Фролов Я ничего не делаю сам Это все делает команда Замечательно, но все равно, скажи Идея создания робо чья? Не моя А чья? Ну вот, изначально она пришла в голову Александру Казанцеву Там, нашему старшему научному сотруднику Потом еще кучу народа приложила в селье Я просто проводник Проводник? Ну, я тебя называю продюсером Ну, лидер Лидер есть, да Ты же соображаешь в робототехнике? Очень слабо Гораздо хуже, чем моя команда А в этом есть прикол Я считаю, что если ты классный лидер Ты собираешь вокруг себя людей Которые разбираются в теме лучше, чем ты сам Всяко Однозначно На этой прекрасной теме продолжим Итак, в любом случае Мы сегодня с тобой начнем с твоих утренних ритуалов Хорошо И расскажи, пожалуйста С чего ты начинаешь свой день? Ну, я начал свой день с контрастного душа В душ вас не приглашаю Ну, почему нет? У нас здесь инвизиент Поэтому, собственно, контрастный душ Потом медитация Мы попробуем сейчас Два варианта медитации Первый вариант Мы ничего не делаем Просто закрываем глаза Сидим с прямой спиной И наблюдаем за дыханием Самое главное здесь дыханием не управлять А просто посмотреть, как наш организм сам дышит То есть мы видим, как прохладный воздух заходит у нас в ноздри Как он проникает в легкие Там он нагревается Потом он выходит Немножко еще кочет верхнюю губу Уже теплым воздухом И вот так вот дышим И чем хорошо дыхание? Тем, что дыхание это всегда здесь и сейчас Мы не можем дышать прошлым Мы не можем дышать будущим Поэтому дыхание это такой якорь Который направляет наше внимание в настоящий момент А настоящий момент это и есть вся наша жизнь Есть только миг между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Дальше, если возникают какие-то мысли То надо просто посмотреть, откуда они берутся И куда они деваются Мы просто наблюдаем до тех пор, пока все не утихнет И мы не останемся наедине с нашим сознанием Ты един в семье, правильно? Ну, я единственный ребенок в семье Ты единственный ребенок в семье Значит, ты... Что, кстати, неправильно, не делайте так Не делайте, делайте больше детей Хорошо, в каком году ты родился? В 80-м В 80-м году Значит, в семье инженеров Расскажи немного о родителях Ну, папа у меня компьютерщик Мама инженер-гидротехник Папа занимался тем, что всякие компьютеры продавал Писал программы и все такое Мама проектирует, ну и проектировала Плотины и гидроэлектростанции То есть ее задача, чтобы плотину не смыло нафиг А бабушка? Одна моя бабушка – это директор детского дома и директор школы А другая моя бабушка – это учитель технологии Ну и, кстати говоря, модель Но в свое время чуть было даже не прошла отбор на роль гельчатай в белом солнцепустыне Как ты учился в школе? Средняя Я не был отличником Средняя? Да То есть, ну, не с Долтами, да, Алькрасный? Нет, ничего такого Хорошо, даже близко После школы куда? После школы меня без экзаменов приняли в политех А почему без экзаменов? Ну, такая у нас была школа А что у вас была за школа? Ну, на тот момент была лучшей школой в городе В Санкт-Петербурге 144-я гимназия, сейчас называется 144-й лицей Интересно Хорошо, значит, приняли без экзаменов Дальше Меня приняли на специальность теплофизика На физико-механический факультет Там отучился год Понял, что там слишком много для меня математики И слишком мало компьютеров И перевелся на защиту информации В факультет технической кибернетики Потом параллельно еще учился в российско-американской высшей школе управления Потом я закончил совместную программу MIT и ITMO по коммерциализации инноваций Потом президентскую программу подготовки управленческих кадров в Финеке По стратегическому управлению финансами Не, нигде не просто человек Итак, Паша, расскажи, пожалуйста, про проект рыбаков PlaySchool и робо То есть это робо-класс Слушай, но про рыбаков PlaySchool я надеюсь, что сейчас у нас придет Коля И расскажет Он там лучше знает А я тебе расскажу про проект робо То есть здесь находится кружок под названием робо-класс Где мы учим детей основам инженерного мастерства Сейчас ты вот очень хотела что-то собрать Вот тебе отвертка Давай закручивай эти винтики А я пока сейчас еще найду Где-то тут было у меня Что ж такое-то? Мелкая моторика развивает мозги Я слышал, что ты умная женщина Да Поэтому мы это проверим Это не грибок Начнем с главного Значит, это прибор Прибор Это прибор, который, я тебе даю подсказку Он связан с покупками Возможно, тебе случалось ходить за покупками в магазин Да, мне случалось ходить за покупками в магазин Вот, это важнейший прибор для того, чтобы делать покупки в магазине Но важнейший прибор для покупки в магазине Это карточка и деньги Ну а вообще, если это продукты питания Любые продукты Так, что это за прибор? Давай разберемся Прибор, который... Мы это вырежем потом И кто первый правильно ответит в комментариях Тот получит приз от Анны Фомичевой Конечно, поймите приз от Анны Фомичевой Много призов от Анны Фомичевой Нет, ну что-то, конечно, придумаю И что-то хорошее И ценное Чем отличается хорошо образованный человек От плохо образованного человека? Ответ робот следующий Хорошо образованный человек Легко проходит путь От воображения у себя в голове До реализации Продукта или какого-то процесса До воплощения этого продукта или процесса В материальной действительности И самый короткий способ Созидатель Кстати, а плохо образованный человек Он способен только потреблять результаты труда Хорошо образованных людей Ну поэтому должна быть гармония Должна быть гармония А еще нужно тренировать Хорошо образованных детей И самый хороший способ Тренировать хорошо образованных детей Это 3D-печать и 3D-моделирование Вот у нас тут есть в классе 3D-ручки Мы можем взять вот такой вот пластик В 3D-ручку заправить Подключить ее И дети с помощью 3D-ручек Могут сделать какие-то объекты Ну, например, рейфелевую башню Или цветочек Или там кошечку Могут взять уже какого-то Напечатан на 3D-принтере робота Ему что-нибудь допечатать На нем какой-нибудь орнамент сделать А могут потом дети взять 3D-принтер Взять 3D-модель Сначала вот нарисовать эскиз на бумаге Потом перенести это в 3D-модель на компьютере Потом на 3D-принтере напечатать Ну вот элементы, например, робота Класс И вот этот вот путь Когда ты нарисовал что-то на бумажке Потом сделал 3D-модель Потом из этой 3D-модели ты сделал уже готовые изделия Это самый короткий способ Тренировать хорошо образованных людей Вот как важно иметь 3D-принтер в робоклассе Хорошо, Паш, скажи, сколько на сегодняшний день робоклассов существует? Мы продали Вот у нас, кстати, есть наша наглядная агитация Я тебе торжественно вручаю Видите же Так, это, кстати, старая информация Вот новее уже Вот Мы продали уже более чем в 30 стран На данный момент 31 страна Мы только что продали еще в Саудовскую Аравию Очередную франшизу Мы продали более 150 франшиз И порядка 500 классов школы поставили Это очень мало У нас учатся пока только 100 тысяч детей Мы хотим, чтобы у нас училось хотя бы 10 миллионов Чтобы мы действительно имели значение в мировом масштабе И мы к этой цели стремительно движемся Расскажи, пожалуйста, эволюцию, становление Значит, сначала мы занимались продвижением свободного программного обеспечения Мы уже слышали про операционную систему Linux Да, конечно Вот, я основатель Linux-центра С 2000 года мы продвигали Linux С 2005 года мы издавали журнал Linux-формат ежемесячный И ко мне пришел редактор журнала Linux-формат Сказал, что мы опубликовали статью про свободные микроконтроллеры Ардуино И это вызвало шквал писем от читателей Он говорит, что никогда такого не было Огромное количество читателей нам написали С просьбой писать про Ардуино еще И с просьбой привезти Ардуино в Россию Ардуино — это маленькие микроконтроллеры, которые произвели революцию в мире быстрого прототипирования новых микроэлектронных устройств И в мире обучения Их в мире уже несколько десятков миллионов разошлось И мы начали продвигать Ардуино в систему образования А параллельно мы еще начали продвигать систему программирования под названием Scratch Которая зародилась в Массачусетском технологическом институте И ребята, которые развивают Scratch, это ученики профессора Сеймора Паперта Который официально впервые в мире посадил ребенка за компьютер И подготовил первого в мире учителя информатики То есть эти ребята очень хорошо знают, как учить информатики, как учить программирование Поэтому они придумали Scratch как лучшую систему для обучения программированию И вот мы взяли микроконтроллер Ардуино Мы взяли Scratch, скрестили все это И у нас получились устройства, позволяющие совместить миры виртуальные и миры реальные Дети пишут компьютерную программу, собирая ее как разноцветный пазл И с помощью такого устройства, подключенного к компьютеру Эта компьютерная программа знает, что происходит сейчас в окружающем мире Громко сейчас или тихо в этой комнате Темно или светло Тепло или холодно И это все можно в программе использовать Ну, например, мы рисуем солнышком И пишем программу Всегда устанавливать вертикальное положение солнышка в значение датчика света Тогда, когда мы включаем свет в помещение, у нас восходит солнышко на экране Когда мы выключаем свет в помещение, у нас заходит солнышко на экране И, соответственно, такими простыми примерами ребенок понимает, как работает интернет вещей и умный дом Как пришла тебе эта идея? Значит, как я уже говорил, мы сначала делали лаборатории, робоплатформы и ходили с ними по школам Мы говорили, дорогие школы, берите наших роботов, берите наши цифровые лаборатории А школы задавали нам вопросы, которых мы вообще не понимали А что у вас с методиками? А что у вас с обучением учителей? Мы говорим, да зачем методика? Зачем обучение учителей? Тут же все просто Просто берите и используйте Для, понятно, дилетанты Уходите Ну, вот это я рассказываю путь, там, 15 лет назад, когда мы начинали Дальше мы поняли, что нам нужно вообще по-другому упаковывать наш продукт И что наш продукт – это не вот такая лаборатория или робоплатформа Или вот танцующий робот Отто А наш продукт – это робокласс Комплексное решение, в которое входят оборудование, программное обеспечение, методики, система подготовки учителей Да, и когда мы это все собрали воедино, мы уже приходили в школы с комплексным проектом А дальше мы пошли еще к инвесторам, просили инвестиции, а нам инвесторы задали вопрос Вы на что хотите денег? Мы говорим, мы хотим денег на то, чтобы сделать сразу много оборудования Потому что чем больше делаешь оборудование, тем ниже цена А вот мы сделаем много оборудования, у нас цена будет себестоимости ниже, нормы прибыли выше Еще мы потратим деньги на маркетинг и все школы оснастим нашими робоклассами Дорогие инвесторы, инвестируйте в нас, пожалуйста А инвесторы сказали, слушайте, а что будет, если что-то пойдет не так? Ну, например, вы наделаете этого оборудования, а школа его не купит Или они его купят, но купят его слишком медленно И вот у вас будет лежать на складе куча оборудования Мы подумали, подумали и придумали Я говорю, если вот такое случится, мы откроем просто свою сеть кружков И будем детей учить сами на новом оборудовании, которое школа покупает медленно Ведь мы же делаем нужное дело, родители будут платить Инвесторам эта идея показалась странной А мы пошли, открыли сеть кружков Начали мы это дело в 2015 году В 2015 году запустили первые кружки для детей моих друзей У нас прямо в офисе приходили дети, занимались Это оказалось очень круто, энергетически То есть вдруг по вечерам начинают дети хохотать, бегать, кричать И радоваться от того, как они что-то сделали на 3D-принтерах, на роботах У меня были какие-то инсайды Например, в какой-то момент я увидел, что все дети играют в спиннеры А у нас в этот момент был как раз летний лагерь В офисе было куча детей Я прихожу к ребятам, которые как раз делают 3D-принтеры Ребята, я придумал такую тему Мы на 3D-принтере можем печатать спиннер Говорит, Паша, ты медленно соображаешь У нас дети уже все подшипники выпросили, какие только могли Уже все спиннеры напечатали То есть они приходили к ребятам, которые делали 3D-принтеры Там в соседнюю комнату выпрашивали у них подшипники Дальше на 3D-принтере они печатали, собственно, корпус для спиннеров Вставляли на него подшипник и ходили, кричали То есть дети догадались быстрее взрослых Что на 3D-принтере можно делать спиннеры И у нас все дети в лагере ходили с спиннерами Которые сами придумывали со своим эксклюзивным дизайном Со своими именами на лепестках и так далее Вот, собственно, так это все у нас началось Потом я прочитал книгу Роберта Киосаки Которая называлась «Школа бизнеса для тех, кто любит помогать другим людям» Понял, что нам нужна франшиза Мы сделали франшизу И, собственно, с тех пор идет... Сколько франшизей на сегодняшний день? Ну, мы продали более 150 франшиз Мы продали порядка 500 классов для школ Мы есть в 31 стране мира У нас, кстати, есть офисы в Финляндии, Японии и в Китае Открытые по приглашению местных правительств И сейчас мы еще выиграли грант правительства Южной Кореи А по какой оборот сейчас компании за прошлый год? Что-то порядка 300 миллионов рублей А сколько ты хочешь? Что-то порядка 30 миллиардов 30 миллиардов? Что надо сделать, чтобы было 30 миллиардов? Два раза надо вырасти в 10 раз Нет, я понимаю, что нужно сделать Ну, то есть есть точка А, точка Б Есть промежуточные пункты, которые тебе нужно сделать для того, чтобы... Ну, мы на самом деле уже все сделали То есть нам сейчас надо просто подождать Да? А что вы сделали? Мы построили партнерскую сеть Мы построили систему контрактного производства У нас в России все производится? Все производится в России, в Санкт-Петербурге Вот это тоже производится? Запчасти откуда идут? Слушай, вот это, насколько я знаю, производится в Китае В Китае Конкретно вот этот конструктор Но это не конструктор роба Мы его просто используем в кружках Значит, а идея здесь в том, чтобы Вот так вот ты сможешь собирать электрические схемы С помощью вот таких вот Такой вот макетной платы И у ребят получается, ну, довольно просто Там они могут собрать детекторы лжи, там, радио Какую-нибудь там звуковую сигнализацию Дверной звонок и так далее Я думал, что мы сейчас даже с тобой чем-нибудь соберем Но у меня что-то тут под рукой не вижу батареек Ничего страшного Вот Соответственно, здесь дети учатся схемотехники А дальше, если говорить там про производство нашего оборудования Там 3D-принтеры, роботы, вот такие платы Это все мы делаем в России, в Санкт-Петербурге На контрактном производстве И многие не верят У нас уже там было прям много экскурсий Очень много телевидения приезжает Очень много там каких-то представителей Различных московских министерств На производство посмотреть, неужели в России действительно можно делать платы Мы думали, что все делают платы в Китае И только шильдики переклеивают Оказывается, да, можно Но это был непростой путь Хорошо, значит масштабирование через партнерскую сеть Масштабирование через международную экспансию И через контрактное производство И через контрактное производство То есть заводы, на которых мы это делаем Они легко делают там миллионными тиражами изделия Мы сейчас говорим о том Вот это важный момент, который хотелось бы сказать зрителю О том, что когда мы ставим то или иное производство в России Нужно его сразу ориентировать на международную арену Да, иначе, собственно, если мы делаем только на российский рынок производства У нас будут маленькие тиражи Если у нас будут маленькие тиражи, у нас будут большие цены Если мы хотим выгодные цены сделать для всех, в том числе для потребителей Нам надо сразу же закладываться на выход на рынок Где будет хотя бы миллиард конечных потребителей Миллиард конечных потребителей И значит нам понадобится экспорт Нам даже все наши государства таможенного союза не хватит То есть мы либо сразу должны планировать, что мы будем это хотя бы в Китай экспортировать Либо в Индию, либо в Африку В Африке тоже сейчас скоро будет полтора миллиарда Если все страны сложить Либо если мы БРИКС возьмем, то там общее население превышает По-моему, сейчас то ли 5, то ли даже 6 уже миллиардов Это серьезный очень рынок Туда еще сейчас просится Иран и Аргентина Когда они туда вступят, у нас вместо БРИКС и получится Барсик Странный Барсик О, хорошо И соответственно там уже будет хороший рынок Поэтому если строится производство, надо сразу же думать про экспорт И готовиться к этому в частности нужны всякие сертификаты правильные Вот где-то там у нас лежит Если мы возьмем сейчас пример коробки робо, которую мы делаем в Финляндии То тут ты увидишь значок CE То есть мы сразу же сертифицировали наше оборудование по европейским стандартам качества Вы изгенте Сколково, естественно Ну конечно, куда же нам из Сколково Нас поддерживает агентство стратегических инициатив Кстати, как государство нас поддерживает? Интересно Феноменально То есть мы получили беспрецедентную поддержку государственную И в общем большое количество институтов развития нас поддержало Мы шлем всем лучи добра и благодарности Нас поддержал фонд содействия и инновациям Сколково, Минпромторг Российский фонд развития информационных технологий Который называется РФРИТ Дальше российский экспортный центр Правительство Санкт-Петербурга Многие правительства других стран Ну в первую очередь я говорю именно о финансовой поддержке Но Сколково нам еще очень сильно помогает налоговыми льготами Давай немного о цифрах Сколько стоит франшиза? А вот у меня есть как раз шпаргалка Инвестиции составляют где-то от полутора до трех миллионов рублей Окупаемость, ну в зависимости от того, там большую ты строишь локацию или маленькую Сколько ты комплектов роботов берешь, там 3D принтеров и так далее Окупаемость где-то полтора года Ну там есть люди, кто и быстрее окупается, но в средней окупаемость полтора года От полутора до трех миллионов, полтора года окупаемости Какие требования в франшизе? Ну нам важно, чтобы это был энтузиаст, который любит технологии И который готов делать то, что написано в инструкциях То есть очень важно Вот у нас в Эквиуме есть такая Татьяна Чайка Она лидер Магнитогорского чаптора Она партнер по франшизе Дубльгиз И в свое время она стала самым крутым, самым успешным партнером Дубльгиза Ее даже вызвали там на сбор всех партнеров и спросили В чем ваш секрет? Вот вы такой феноменальный успех получили Мы просто делали все, как написано в инструкции Мы сами ничего не придумывали То есть в нашей франшизе мы рады, когда все придумывают что-то еще Но первое, что нужно научиться делать, это сделать все, что у нас написано в инструкциях к поведению бизнеса Соответственно, задача того, кто открывает франшизу, это быстро выйти на более чем 100 учеников в системе Потому что 50 учеников дает работу примерно в режиме самоокупаемости бизнеса в ноль 100 учеников – это уже какая-то прибыль Все, что больше 100 учеников, например, 120-150 – это уже приличная прибыль Это, получается, класс внутри школы платный, как кружок Есть несколько вариантов, где можно сделать робоклуб И у нас два продукта – робоклуб и робокласс Робоклассы мы делаем в школах Либо на базе робоклассов кто-то делает свои франшизы То есть если кто-то делает такой мультиформатный обучающий центр под своим каким-то брендом Таких примеров есть несколько Они могут взять наши робоклассы, чтобы там робототехника была здесь Кстати, это как раз пример рыбаков плейскул Рыбаков плейскул – это франшиза детских садов и школ имени Игоря Рыбакова И, соответственно, как раз они работают под своей торговой маркой Они сами решают вопросы маркетинга и все такое И, собственно, в рамках их системы робототехника сделана на базе робо Как связаны рыбаков плейскул и робоклассы? Год назад Игорь Рыбаков, который, кстати, является моим наставником Попросил меня стать советником рыбаков плейскул в части истории, связанных с IT И в части истории, связанных с франшизой Делиться опытом франшизы робо И потом было принято решение приобрести робокласс для плейскул в Солариево Которая является такой модельной организацией для всей франшизмовой сети Это и детский сад рыбаков плейскул, и школа рыбаков плейскул, и так называемый рыбаков плейскул point То есть место, где дети могут в группе временного пребывания находиться Так что рыбаков плейскул – это такая братская организация Которая является также клиентами и партнерами робо в части нашего решения робокласса Как ты считаешь, наставник важен для предпринимателя? Я считаю, что наставник важен для любого человека И не важно, это предприниматель или домохозяйка Всегда нужен наставник Наставник – это кто? Портрет наставника Значит, предположим, ты хочешь чего-то достичь Ну, например, ты хочешь стать лучшей в мире домохозяйкой Или лучшей в мире предпринимателем Или просто выйти на какой-то рынок Ну, не знаю, выйти на рынок Китая Самый простой способ это сделать – это поучиться у того, кто знает, как это сделать Кто знает, как это сделать Лучше всего найти человека, у которого есть хороший результат Ну, например, ты приходишь к женщине, у которой дом полная чаша И говорю, будь моей наставницей, я хочу такой же дом Или ты приходишь к человеку, который открыл бизнес Китая И говоришь, будь моим наставником, я тоже хочу открыть бизнес Китая За что ты любишь Эквиум? Я люблю Эквиум за то, что там собраны высоко позитивно влияющие на мир предприниматели Которые позволяют мне увидеть, каким я могу быть И, собственно, в Эквиуме очень много людей, которые умнее, энергичнее, богаче, чем я И я у них учусь Что тебе дает Эквиум? Ну, как раз дает мне не застрять в успешном дне сурка Потому что, в целом, когда есть первый успех у людей, у предпринимателей Это очень опасно, потому что в какой-то момент люди обнаруживают Ну, даже вот в Эквиуме я многих спрашиваю Ребята, а какая у вас мечта? Мне немногие могут на этот вопрос ответить в Эквиуме Потому что очень многие говорят Ты знаешь, я сейчас не могу тебе сказать, какая у меня мечта Потому что я просто живу жизнью своей мечты И вот все, о чем я мечтал в детстве, я этого достиг и даже перевыполнил Я, в принципе, не очень знаю, о чем мне мечтать дальше И вот когда ты попадаешь в такую ситуацию Когда там появляется бизнес, когда бизнес становится прибыльным У тебя вдруг возникает вопрос А что вообще должно заставить меня в холодный паспортный день Вылезти из-под теплого одеяла Вообще выйти из кровати и куда-то выйти в эту промозглую холодную осень Может быть, лучше я даже просто останусь сегодня весь день Прилежу в кровати, буду смотреть какие-то видеоролики в телефоне А потом вечером обнаружу, что я стал богаче, чем был утром Потому что есть бизнес, который прибыльный, который работает Вот это Игорь Рыбаков называет успешным днем сурка И очень важно не застревать в этом первом успехе Или, может быть, не первом, но вот успехе, где-то в зоне комфорта А поставить себе новые цели, двигаться дальше И здесь, конечно, важно быть в сообществе людей, которые круче тебя И которые скажут, что, слушай, Паша, давай, ты молодец, но не застревай Давай, иди к нам, развивайся, расти, сделай международный бизнес и так далее Обратись к нашим зрителям Здравствуйте, зрители Здравствуйте, зрители Сейчас нас смотрят предприниматели или, может быть, те, кто хочет стать предпринимателем И, конечно же, чтобы вступить в клуб Эквиум, нужно иметь действующий бизнес и пройти отбор Но я хотела бы, чтобы ты дал какие-то рекомендации И дал посыл тем, кто сейчас задумывается вступать в Эквиум или нет Ну, если кто-то уже имеет действующий бизнес, успешный И оказывающий значительное позитивное влияние на мир То приглашаю к нам присоединиться, нам нужны такие люди, нам есть о чем поговорить И, в частности, мы в Эквиуме очень часто обсуждаем тот круг вопросов Те, там, 5% вопросов, которые успешным предпринимателям просто не с кем обсудить А второй момент, что если у вас еще нет бизнеса То вы можете присоединиться к X10 сообществу Клуб Эквиум является частью X10 сообщества И, соответственно, во всех сейчас крупных городах есть X10 клампы Есть X10 сообщества, которые проводят бесплатные мероприятия Популяризируют предпринимательства Оперштабы, клампы Соответственно, мы тоже активно поддерживаем всю эту движуху Оперштабы, X10 сообщества и клампы У меня свой кламп тоже есть Соответственно, это важная история для тех, у кого еще нет крупного успешного бизнеса Можно сделать первые шаги в X10 сообществе Потом создать крупный бизнес А потом мы ждем в Эквиуме Опять же, в Эквиуме очень круто, потому что люди, которые туда попали Это хороший отбор Там прошли, по-моему, 40 тысяч заявок Которые были поданы наступление в клуб Было принято что-то около 600-700 человек Очень большой был отбор, очень строгий И получилось очень крутое сообщество Такие люди, как Аня Фомичева Которые просто, ну, человек и пароход Внешнеэкономической деятельности Я отрицаю свою гениальность Хорошо, да, ладно, ладно Системно буду это отрицать, прошу меня гением не называйте Хорошо, да, да Нет, я отрицаю свою гениальность Ладно, ладно Хорошо, талантливый Я обычный парень Мы талантливые люди, пожалуйста, предприниматель, он талантливый Я обычный человек Хорошо, мы обычные и талантливые люди Итак, если вы хотите присоединиться к сообществу лучших Пожалуйста, переходите по ссылке в описании под видео Проходите отбор и приходите к нам Таблеточки Ну что, у нас сейчас время обеда случилось Поэтому секрет моего хорошего настроения Энергии и здоровья Те таблеточки, которые утром я зарядил и положил себе в кармашек Сейчас настало время их употребить Вот, собственно, сейчас я это и сделаю Твое здоровье Спасибо, Ваше И твое здоровье Паша, куда вы приехали? А нет, новый робоклуб Я вчера у нас в чате команды выяснил, что в жилом комплексе Испанский квартал Вот только-только запускается робоклуб Они только вот вчера представили первые фоточки, что у них закончен ремонт Мы еще даже не знакомы с этими людьми Вот лично я не знаком Наша команда запускала этот проект Поэтому давай зайдем и познакомимся Пойдем Очень интересно Ну это вот, собственно, робоклуб Видишь, открытое обучение в школу робототехники, программирования и 3D-печати Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Павел Я основатель роба Здравствуйте Юля Поздравляю с открытием Вы молодцы Спасибо Ну и, наверное, первое, что хочется сразу спросить Почему вы решили открыть кружок роба? Ну, на самом деле, мы, когда искали, так сказать Мы рассматривали разные варианты И программирование, и робототехнику Мы остановились именно на робототехнике Потому что здесь есть комплексный подход Программирование – это достаточно узкое такое направление А детям, поскольку мы все-таки работаем с детьми младшего возраста Им нужен широкий такой подход Им нужна большая такая широкая база Программирование – это очень узко Они дома в компьютерах И еще приходят на программирование опять в компьютерах Здесь, как бы, и детям это не очень полезно И родители тоже, вот, ну, не очень это все воспринимают И дальше им нужен выбор Выбор должен на чем-то основываться И вот в данном случае они осваивают и роботов, и программирование И потом они приходят к какому-то осознанному выбору Либо они идут дальше в физику, либо они идут в программирование Вот смотри, Аня Это пример, система называется робот-джуниор Здесь мы учим детей программировать, когда они еще не умеют читать То есть программу очень быстро Садись, я тебе научу программировать Конечно, как ребенок, да? Смотри, нажимай вот тут на плюсик Вот на плюсик мы создаем новый объект сейчас в нашей системе Выбери Можно я сама выберу? Выбираю, конечно Хочу, знаешь, какой? Подожди, вот, подожди, рыба мне нравится Вот, ну, нажимай вот тут, да, вот у тебя рыба Теперь давай ей напишем программу Сначала мы идем в желтые, подожди, подожди, в желтые блоки Вот на зеленый флажок нажми То есть это значит, когда будет нажать зеленый флажок Рыба заработает Теперь можешь выбрать, ну, прям, движение Синие блоки движения По какой системе она будет двигаться Вот она будет там у тебя переворачиваться по-всякому И вот в конце, да, можешь выбрать вот это зацикливание То есть эта программа, она будет работать зацикливать Теперь нажимай на зеленый флажок вот здесь И, собственно, видишь, вот твоя рыба Она вот всячески переворачивается Ну, вот она, видишь Ну, она ведет себя очень похожим на реальную рыбу Причем, по-моему, на рыбу пиранье Мне кажется, вот она сейчас там, видишь, появится Да, из другого угла Все-таки вот ты уже можешь программировать Видишь, талант Ты программист Талантливый человек, талантливый во всем, понимаешь? Ты, конечно, талантливый человек Сергей, расскажите про бизнес-составляющую Во-первых, сколько вам обошлось открытия Общая инвестиция Ну, мы, знаете, еще к своему стыду Ну, обычно бизнесменеджеры все должны подсчитывать И по теории, значит, все подсчитывается И, значит, каждый шаг просчитывается На самом деле, мы, во-первых, очень стремительно начали открытие Подождите, вообще-то в теории менеджеры робот Должны были вам помочь сделать финмодель в Excel В которой все записать Финмодель у нас есть, естественно Все это понятно Мы сделали некий такой вот чек-лист По которому отмечали, что нам нужно закупить Что нам нужно сделать и так далее Но в процессе открытия, так сказать, много очень всевозможных Таких появилось вопросов, которые мы не предполагали Изначально это мелочь, но она очень много времени занимала И, опять же, туда вот накидывались деньги Плюс-минус миллион, сколько ушло на открытие? Ну, где-то два с половиной, наверное, у нас получилось Это вместе с оборудованием, с ремонтом С учетом того, что мы все-таки... От полутора до трех Ну, от полутора до трех, да Предполагали, что минимально сделали ремонт А потом оказалось, что нужно побольше Ну, в общем, как всегда Да, и такие вещи Вот, ну, где-то так Ясно, а расскажите, вот вы находитесь в живом комплексе Испанский квартал Сколько здесь детей вы посчитали как-то? Происходили из общего количества проживающих Это где-то 25-30 тысяч человек Плюс посмотрели, какая школа и два детских сада Школа на 1500 обучающихся Причем в две смены они учатся Я думаю, что мы даже не попали Может, там побольше И два детских сада Где-то еще 500-600 человек Это не считая тех, кто не ходит в детские сады и так далее То есть 2000 обучающихся здесь есть Наш контингент с 5 до 15 лет Соответственно, где-то тысячи, наверное, полторы-то точно есть Ну, да, может, хотя бы 15% этого контингента хватить И у вас будет хороший, красивый бизнес Ну, Даня уже у нас научилась программировать Во всю поправила, как ведет себя ее рыбопиранья Рыбопиранья у нас самая крутая, да? Да, да, да Ну, вот, на самом деле сюда еще можно робота подключить И робот тоже будет действовать И мы с маленькими ребятами делаем проекты такие Типа робосказка и роботеатр Где ребенок является режиссером своей сказки А роботы являются актерами И дети делают им какие-то костюмы, там, из бумаги Либо на 3D-принтере, или 3D-ручками как-то дополняют И дальше вот происходит какая-то история Класс Где есть история, которая и на экране рассказывается И параллельно делается в реальности, где роботы являются актерами И вокруг всего этого у нас еще накручены олимпиады по креативному программированию Международные, в которых дети с первого класса могут участвовать Огонь! Ну так что это дает детям в итоге? Слушай, но мы сначала, вот первое, что нам нужно сделать Это ребенка научить любить технологии И нам очень важно это сделать до того, как ребенок подсел на компьютерные игры Типа Майнкрафта И мы вот поднимаем ребенка по лесенке, где сначала он играет в технологии Потом он изучает, как технологии работают И здесь, кстати, застревают конкуренты И говорят, вы изучили технологии, и теперь идите на олимпиады А мы, поскольку используем open source подход, открытое железо, открытый софт Мы идем дальше, следующая ступенечка Изучили технологии наши, сделайте их копии Научились копировать наши технологии, изобретите свои технологии Изобрели свои технологии, делайте стартап Сделали стартап, выходите на экспорт Ну, каждая ступенечка, это примерно два года, которые я показал То есть, если нам ребенка привезти в пять лет То в 12 лет он уже сможет открыть свой стартап А к 18 годам заработать первый миллион долларов Вот такой у нас план И вот как важно то, что мы делаем Мои дети, твои дети Все, да, берем Итак, все в робоклуб, испанский квартал А мы поехали дальше, пожелаем удачи Спасибо большое за гостеприимство Спасибо Спасибо Мы приехали в робоклуб Лефортова, который сейчас апгрейдится в робоакадемию Что значит академия? Кирилл Венесенко, собственно, собственник Кирилл, можно я познакомлю с Анной? Матанна Фомичева, человек и пароход отечественного ВЭД Софокал внешнеэкономической деятельности Российской Федерации И также она ведет нашу программу для канала, ютуб-канала Эквиум Робоакадемия – это следующий шаг от робоклуба Робоклуб – это история, где дети занимаются по вечерам и по выходным А робоакадемия – это уже такой вот клуб семейного обучения Где дети занимаются с утра до обеда по школьной программе А после обеда они занимаются в большом количестве кружков Там не только речь про робототехнику, программирование этой ряда печать Но мы еще добавляем эмоциональный интеллект, финансовая грамотность Математика для айтишников и инженеров Это почти полноценная школа, только такая VIP-школа Дальше английский для айтишников и инженеров То есть не туристический английский, а инженерный английский И, соответственно, здесь мы делаем все для того, чтобы ребенок смог прокачаться Чтобы открыть свое дело Предпринимательское Это предпринимательская академия, по сути, да Мы это называем академией навыков будущего Академия фьючер скиллз Чтобы попасть в академию, должны быть какие-то особенные, ну как, таланты у ребенка? Нет, мы берем всех принципиально Таланты выявляются у нас И у нас же воспитываются Кирилл, покажете будущую робоакадемию, как это все выглядит? Класса у нас два Давайте зайдем, когда? Значит, первый кабинет Это у нас кабинет для малышей Соответственно, у нас здесь мебель в соответствии с ростовой группой Для ребят дошкольного возраста Демонстрационный экран, часть оборудования, ноутбуки Вот, и максимальная вместимость детей в группе в такой 8 человек То есть для дошкольников это самый оптимальный вариант Педагог успевает уделять внимание каждому ребенку И дети, как говорится, под контролем наставника находятся постоянно Пойдем посмотрим второй класс Следующий кабинет у нас немного побольше Здесь обучаются дети старших групп От 8 до 15 лет планируется В основном робототехника Ну, в первую половину дня как раз он у нас будет отведен под робоакадемию Здесь максимальная вместимость 12 человек Что также является оптимальным количеством для, как Павел сказал, VIP-школы Кирилл, а какой бэкграунд? Откуда вы пришли в эту историю? Мы пришли из государственного образования То есть я порядка 10 лет работал в государственной школе Кем? Я начал работать рабочим по зданию в школе Ремонтировал замки, там подкрасить где-то что-то И дошел до должности первого заместителя, руководителя образовательного комплекса То есть пройдя все этапы заведующего хозяйством, инженера, контрактного управляющего И, соответственно, заместителя директора А идея самого бизнеса как пришла? Очень хотелось сделать что-то полезное и самостоятельно, вне системы То есть я искал различные варианты открытия своего дела Затем, буквально год назад я попал в Академию Х-10 Игоря Владимировича Рыбакова Который, в общем-то, способствовал тому, чтобы я открыл именно полезный бизнес То есть не купи-продай, а именно чтобы принес какую-то пользу обществу Ну и я решил, что какую могу пользу принести? Что-то изменить в лучшую сторону, пособствовать развитию будущего поколения И решили открыть школу будущих инженеров Искали возможности разработки методик Поняли, что слишком много уходит на это времени Зачем выдумывать велосипед, когда вот есть Павел С Павлом как раз мы познакомились посредством Академии И таким образом он помог обеспечить мне старт Я купил франшизу и получил вот как раз ту основу За счет которой я, в общем-то, своих целей достигаю Ну, благодарю за выбор Но самый главный вопрос – это про будущее Экосистема Роба – это что? Значит, экосистема Роба, она состоит из двух больших частей Первая часть – это школа То есть мы хотим, чтобы робоклассы, они были в каждой школе России И здесь идея такая, как в Советском Союзе была подготовка хоккеистов Когда в каждом дворе была хоккейная коробка Дети там играли, а потом те, кто был талантливый Они шли уже в районную спортивную школу Вот это районная спортивная школа Здесь должны дети со всего района собираться Самые талантливые, для того, чтобы запустился такой процесс отбора Нужно, чтобы в каждой школе был робокласс Вот такая у нас задумка Дальше, следующая ступень – это уже Олимпийский резерв То есть из районной школы еще нужно попадать в Олимпийский резерв Есть такие технопарки сейчас детские Есть система кванториумов, есть там другие еще варианты Мы в Робо тоже проектируем решение, которое называется Робо-Айти-Хаб Соответственно, следующий шаг – это чтобы самоотборные дети попадали еще дальше Плюс в экосистему у нас сейчас входит очень мощная программа Платформа Робо, да, суверенная образовательная платформа Робо Она состоит из шести компонентов Мы вот уже про некоторые говорили У нас есть оборудование, опенсорсное оборудование, которое мы делаем в России У нас есть программное обеспечение Начиная с уровня операционной системы Linux И заканчивая набором программного обеспечения под все платформы Которые включают в себя управление образовательным процессом Инженерное творчество и программирование Третий пункт, который мы уже немножко разбирали тоже Это наши методики и система подготовки педагогов А дальше еще то, что не было Четвертый пункт – это онлайн-платформа для обучения Куда добавлены функции виртуальной реальности Кстати, отмечу, что в программах Робо Есть программа подготовки разработчиков виртуальной дополненной реальности Тоже входит там на старших годах обучения Дальше пятый пункт важнейший – это олимпиады Большое количество как российских олимпиад Робо поддерживает, так и международных Ну и, собственно, следующая экосистема, которая пока еще не стартовала, но мы планируем Мы хотим в будущем стать крупнейшим в мире стартап-акселератором детских стартапов И, соответственно, мы хотим, чтобы тысячами у нас в нашей экосистеме создавались стартапы То есть наша цель сейчас у нас учится 100 тысяч детей в 31 стране мира Мы хотим, чтобы нас училось 10 миллионов детей Из этих 10 миллионов, чтобы у нас каждый год идентифицировалось порядка тысячи детей уровня Стива Джобса, Илона Маска, Кулибина, Попова, Королева и так далее Чтобы они запускали свои стартапы, чтобы у нас был акселератор, инвестиционный фонд, который способен эти стартапы поддержать на этапе становления И, соответственно, чтобы примерно в среднем тысяча стартапов в год запускалась в нашей экосистеме Такой вот клан Классный клан Хорошо, но это не все И, знаешь, самый главный вопрос, наверное, который волнует любого предпринимателя, это международная экспансия Ты говоришь, что вы представлены в тех или иных странах, и возникает вопрос Как вы ищете партнера? Или они сами приходят? Мы делаем два таких важных шага Первый шаг – откликаемся на различные бизнес-миссии, которые сейчас активно происходят При поддержке агентства стратегических инициатив У них есть проект GoGlobal российского экспортного центра Они часто идут в связке Бизнес-миссии важны Бизнес-миссии, да, мы активно их поддерживаем В ковид это плохо работало, потому что бизнес-миссии были в онлайне Они занимали столько же времени, но ничего не продавалось Как только появилась возможность ездить, все стало гораздо лучше С каждой бизнес-миссией мы привозим как минимум один, а то и два контракта Дальше вторая история – мы активно занимаемся лидой генерации через интернет У нас огромное количество лидов Кстати, хочу сказать, что нам очень не хватает менеджеров по развитию международного бизнеса Если кто-то сейчас смотрит наше видео и хотел бы помочь нам развивать бизнес в других странах Пожалуйста, свяжитесь с нами, мы постоянно нанимаем Мы стонем от того, что у нас лидов приходит больше, чем мы успеваем их обрабатывать Очень знакомая история, как ты знаешь Активно запускаем сейчас механизмы автоматизировать То есть у нас как можно больше поручаем роботам обработку первичных лидов, их квалификации и так далее Через входящую лидогенерацию мы ищем две категории партнеров Первая категория партнеров – это дилеры, которые наши робоклассы на уровне Министерства образования разных стран продают в школы других стран И вторая категория – это партнеры по франшизе, плюс еще мы сейчас активно ищем партнеров по мастер-франшизе То есть мы хотим, чтобы кто-то покупал у нас мастер-франшизу на уровне страны Класс! Скажи, что представляет собой мастер-франшиза? Ну, по сути, это партнер, который развивает франшизу в своей стране и покупает оптом от ста франшиз И дальше их реализует в розницу, плюс еще поддерживает свою собственную сеть Итак, ну, на этом я хочу, Паш, тебя поблагодарить Это был прекрасный день с резидентом Эквиум С вами была Анна Фомичева и Павел Фролов-Роба Смотрите наши выпуски, приходите к нам в клуб Под видео в описании можете найти ссылку для того, чтобы подать заявку на вступление в клуб Эквиум Это суперклуб, где вот такие предприниматели, обычные люди, значит, как Павел, делают мир лучше Ну, я еще добавлю, что клуб Эквиум, он входит в сообщество Х-10 Потому что сообщество Х-10, оно много сообществ Они всегда пытаются залезть Вот еще представители Х-10 сообщества тоже, видите, какие они молодцы, пассионарные Кирилл взял, уволился сейчас просто в никуда с высокооплачиваемой работы замдиректора школы И вот там на последние деньги запустил кружок Просто прыжок с обрыва, полетит, не полетит Других вариантов нету Значит, полетит однозначно, желаю удачи Спасибо Уже заниматься не любимым делом, хочет заниматься любимым делом Круто Спасибо за доверие, мы тоже чем можем, поддержим, чтобы все получилось Хочу пожать, молодец Ну, такой, отчаянный Ну, это хорошо Кстати, отчаянный везет Вот так